Югорский государственный университет Югорский государственный университет отметил свое 15-летие. Об этом подробнее смотрите в нашем сегодняшнем выпуске. Ну а с вами я, ведущая студенческих новостей Виктория Суслова. Поехали! Уже стало хорошей традицией вручать гранд-ректора в день рождения университета. В завершение официальной части началась настоящая студенческая вечеринка. Ну а всем тем, кому не достался заветный билет, смотрите сюжет Валерии Кудрявцевой и Елисея Кузнецова. 5 октября в Югра-Экспо прошла студенческая вечеринка в честь 15-летия университета. Весь вечер зрителям не давали скучать. Веселые конкурсы, выступления танцевальных коллективов, творческие номера студентов и, конечно, море музыки никого не оставили равнодушным. Большой масштаб праздничного мероприятия не исполнил организаторов, и они с блеском справились со всеми задачами. Ну, конечно же, сложности с организацией были, так как это новый формат проведения мероприятия, такого крупного, и место тоже новое для нас, потому что обычно, как все студенты знают, мы проходим мероприятие вот так октябрь. А понравилось студентам или нет, мы, скорее всего, узнаем завтра, когда начнут быстрить фотографии в Инстаграме и ВКонтакте, и появляются какие-то первые отзывы вообще о том, как ребятам нравится или нет, такой формат мероприятия. Также этим вечером награждали студентов за активное участие в жизни университета. Ну, а самым главным событием стало вручение гранта ректора. Из девяти финалистов разных институтов и филиалов университета жюри присудила грант Киедан Галини, студент Килинторского нефтяного техникума, и студенту Института природопользования Виктору Григорию. Ну, я на протяжении всего своего обучения в Егорском госуниверситете занимаюсь общественной деятельностью, творчеством, и вот здесь, когда я очутился на третьем курсе, председатель моего института говорит, что давай попробуешь поучаствовать в конкурсе грант ректора. Я поначалу такой, Данил, я, наверное, не такой классный, как те, но потом я собрал все свои грамоты, подготовился и сдал портфолио на конкурс, и вот результат наяву. Очень приятно, я не ожидала этого, вообще не ожидала. Я не хотела туда ехать, я думала, что я не выиграла, но получилось так вот, чтобы победила. В этот день звучало много теплых слов в адрес университета, преподавателей и, конечно же, студентов. От себя пожелаем проводить жизнь в университете весело, ярко и энергично. Журналисты первого курса Дарья Левченкова и Светлана Лисовская прошли боевое крещение. Взяли камеру, штатив, петличку и сняли на большой перемене поздравления для любимого университета. Что же такого пожелали студенты? Смотрите далее. Дорогой Югорский государственный университет, я поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе, чтобы ты дальше процветал, чтобы у тебя всегда были только самые лучшие и интересные студенты. Я хочу поздравить ЮГУ с днем рождения. Я очень люблю свой университет и я очень рад, что учусь здесь. Дорогой Югорский государственный университет, я поздравляю тебя с 15-летием. Я, как четверокурсница, желаю новому поколению удачи, хороших успехов в учебе. Занимайтесь побольше творчеством, открывайте для себя что-то новое и успехов вам на новом жизненном пути. Поздравляю ЮГУ с 15-летием. Желаю ему счастья, здоровья, великих начинаний и великих успехов. Дорогой Югорский государственный университет, тебе сейчас 15 лет, ты теперь совсем большой. Хочу поздравить тебя с твоим днем рождения и пожелать тебе побольше талантливых студентов и много олимпийских чемпионов. Я тебя люблю! Любимый ЮГУ, поздравляю тебя с днем рождения и хочу пожелать тебе таких учеников, как я, а также счастья, удачи и большого процветания. С днем рождения, любимый ЮГУ! В ЮГУ недавно прошли дни финно-угорских народов. Ведущие югорские ученые провели для студентов открытые лекции и мастер-классы. Ну и, конечно же, всем запомнился первый большой всероссийский этнографический диктант, организаторами которого в нашем университете выступил Институт народов Севера. За всем происходящим следил наш корреспондент Анна Портных. Всем известно, что Югорская земля является исторической родиной коренного населения, где проживают представители малых этносов. Югорский государственный приобщился к дням традиционной культуры обско-угорских народов. Важность таких трещин обусловлена несколькими причинами. И одна из первых, конечно, это возможность рассказать о тех новых решениях, о тех задачах, которые сегодня стоят в ханты-мансийском автономном округе, в отношении региональной политики, в отношении развития экономики, в том числе развития экономики коренных малочисленных народов Севера. В рамках мероприятия 3 и 4 октября ведущие югорские ученые прочли открытые лекции по темам «Этножурналистика в Югре», «Социально-экономическое развитие в Югре», «Обские угры» – традиционные представления о душе как способ адаптации в современном мире и этно-туризм в Югре. Важно знать, почему именно, кто такой медведь, почему этому животному такие почести уделяются, или у Ринеква, Вороня, например, почему такие почести, или водному царю. Важно понять, что традиционные занятия – это рыболовство, охота, оленеводство. Они сформировали и традиционные праздники, обряды, жертвоприношения. А самое важное, по-моему, важно всем понять и пропагандировать журналистам, особенно это бережное отношение к природе. Состоялись мастер-классы по технике бисероплетения, искусству хантыйского танца и игре на Сан-Квелл-Тапе. В научной библиотеке ЮГУ при участии Творческого объединения культура и Центра народных художественных промыслов и ремесел открыли выставки обрядовых культовых предметов медвежьих игрищ, вещей и одежды обских угров, а также были представлены литературные произведения авторов обско-угорского народа. Главным событием в рамках дней традиционной культуры обско-угорских народов стал большой этнографический диктант, который посетили больше ста человек. Диктант писали по всей России, и наш университет не стал исключением. Проверить свои знания в области истории и культуры самых разных народов страны пришли школьники, студенты и преподаватели. Диктант – это только название. На самом деле это был тест с 30 вопросами. Цель, основная диктанта – это изучить уровень этнической грамотности нашего населения и их знания о народах, о территории Российской Федерации в целом, не только в авторном округе. И результатами этого диктанта станут те методические рекомендации, которые регионы разработают для внесения в учебные программы школьников, студентов. Результаты диктанта уже объявлены на нашем сайте ЮГУ. Там по своему индивидуальному номеру сможете посмотреть, сколько баллов вы заработали. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте акции мирэтно.ру. Анна Портных специально для твоих студенческих новостей. Уже ни для кого не секрет, что Югорский государственный сотрудничает с иностранными партнерами. Например, с Чешским центром международной мобильности города Брно. О том, как в стенах родного Альма-Матер прошла официальная встреча с представителями, смотрите в сюжете Лилии Архиповой. На днях в ЮГУ состояла встреча представителей Южноморавского центра международной мобильности со студентами и руководством университета. Чехи представили нового преподавателя, а также подписали договор, предметом которого является сотрудничество между Южноморавским центром международной мобильности и Югорским государственным университетом с целью обучения чешскому языку, культуре и истории Чешской республики студентов на безвозмездной основе. Сотрудничество между нашим центром и университетом в Ханты-Мансийске уже, думаю, 5 лет, и мы хотели бы продолжать это сотрудничество. Также студентам рассказали о программе обмена между Чехией и ЮГУ. По словам Ива Хопа, в вузах Чехии созданы все необходимые условия для принятия иностранных студентов. Каждому студенту-стажеру предоставляется место в общежитии и достаточно неплохая стипендия – 7 тысяч крон, что в российских рублях будет около 20 тысяч. А еще студент сам может выбирать, на каком языке будет проходить его обучение – чешском или английском. Я уже записался на второй год изучения чешского языка в университете, буду продолжать изучение этого языка, так как он мне очень нравится, и в дальнейшем я собираюсь переехать, учиться в Чехию. Первоначальное образование я хочу юридическое здесь, в ЮГУ, получить, а второе образование, возможно, связанное с туризмом в Чехию уже. На встрече с руководством университета стороны подтвердили готовность продолжать академический обмен и создавать благоприятные условия для реализации совместных научных проектов. Также чешская сторона представила нового преподавателя – Ивану Вареву. Если вы любите Чехию, чешский язык или чешскую культуру, я очень рада вас увижу на лекциях чешского языка. На курсы чешского языка записалось уже более 30 человек, поэтому если вы все еще не успели этого сделать, то скорее бегите в наш ресурсный центр «Клевер». Выучить несколько иностранных языков не только модно, но и полезно. Лилия Архипова, Максим Менг. Специально для твоих студенческих новостей. Любители музыки, танцев и поэзии собрались на творческом квартирнике в Центре студенческих инициатив. О том, как прошла встреча, смотрите в сюжете «Мария Ливанян». Развлечение – один из важных аспектов студенческой жизни. Для правильного отдыха, а также реализации творческого потенциала студентов, существует множество мероприятий. Одно из них – квартирник. Приятная живая музыка, приглушенный свет, зрители, сидящие прямо на полу на пледах – все это создают очень уютную атмосферу. На протяжении всего вечера желающие могли выступить в рамках открытого микрофона с любой программой. Я выступала на открытом микрофоне. Я хотела показать и рассказать людям, которые сюда пришли, о своей любимой песне. Это Imagine Dragons, Radioactive. Как впечатления о публике? Как тебя приели? Я, если честно, совсем не ожидала, что так тепло примут, потому что я немножко волновалась. И когда я увидела вот эту отдачу, это было очень приятно и неожиданно. Также возможность выступить была не только у начинающих и опытных музыкантов, но и у любителей выразительного чтения. Ты навряд ли мне поверишь, но сам я верил в партию, в любовь и в случайность, а всего смешнее были мы сами. Целью мероприятия было собрать вместе всех студентов, а в особенности первокурсников, для того, чтобы показать, что для их творчества всегда найдется место. Приятно уставшие, вдохновленные зрители и музыканты. Будем надеяться, что это не последний квартирник, ведь ничего не снимает усталость так, как прослушивание живой музыки в приятном месте и с хорошей компанией. Мария Ливанян, Елисей Кузнецов. Специально для твоих студенческих новостей. Студенты – народ предприимчивый, а студенческая пора – самая веселая в жизни. Ярких впечатлений вам, друзья, и самых запоминающихся моментов. Ну и, конечно же, легкой промежуточной аттестации. Ну а тем, кому учеба не под силу, военкомат с 1 октября по 31 декабря предоставляет горящую путевку в любой уголок нашей необъятной Родины. Вы смотрели 42-й выпуск твоих студенческих новостей. С вами была Виктория Суслова. Пока-пока!